Считанные часы понадобили сотрудникам полиции Майкопа для русской задержания местного жителя подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Что побудило молодого человека совершить это преступление, сейчас выясняют следователи. Сообщения о готовящейся взрывах в двух административных зданиях поступили в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу около полудня. Сразу же после этого специалисты провели тщательное обследование объектов, в ходе чего никаких угроз обнаружено не было. Также полицейские организовали целый комплекс специальных мероприятий, в ходе которого удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Майкопского района. Как выяснилось, на момент совершения звонков он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время порядки статьи 91 пока России мужчина задержан и содержится в изоляторе временного содержания. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Представители общественной палаты Адыгеи и руководство МВД посетили одну из автошкол в республиканском центре. В связи с озабоченностью ситуации на дорогах региона, общественники проверили качество знаний, которые получают в ходе учебного процесса кандидаты-водители. Следует отметить, что подобное мероприятие в республике проводится впервые. Активное участие в нововведении приняли и представители общественного совета Прим.ВД по Адыгеи, а также журналисты. Общественников проинформировали о принципах организации учебного процесса и его основных этапах. Затем участникам мероприятия была предоставлена возможность непосредственно поучаствовать в занятиях. Отмечено, что автошкола имеет все необходимое, в том числе и мультимедийное оборудование, специальные стенды, что позволяет качественно закреплять пройденный материал. Опробовали в действии тренажеры для кандидатов-водителей и сами представители общественности. Красную машину догоняйте. Первую ошибку, которую показывает программа, это не включенный поворотник. На итоговом совещании участники мероприятия поделились впечатлениями об увиденном. При этом все присутствующие сошлись во мнении, что учебный процесс в автошколе организован на хорошем уровне. У нас сегодня значительное количество организаций, которые готовят будущих водителей. Если мы подойдем к каждой организации последовательно вот такой методикой, как сегодня, может быть, совершенствуя свои вопросы, то мы поймем реальное положение вещей. Мы будем сравнивать и соответствующий уровень сделаем. С учетом полученной информации, теперь планируется подготовить предложения и рекомендации, направленные на улучшение качества подготовки курсантов в автошколе.